Сейчас с кем поехать за их счет. Слушай, жизнь это сплошное удовольствие. О ней нигде берешься не секрет. Я очень люблю встречаться с интересными людьми. За чужой счет. Слушай, а у тебя есть снегоход? В аренду возьмем. У тебя частный самолет, да? Частный самолет, говорю. Частный, да? Да, конечно. Ты знаешь, мне нравится, когда обивка такого бежевого цвета. Я же не олигарх, в конце концов, чтобы мне частный самолет был. У тебя шутка такая, да? А еще придумали способ бесконтактного цвета. Ладно, ты шутишь, сейчас. Разыграть, Ариш. Здорово. Привет. Побела. Нормально. Настя, я смотрю, ты подготовилась? Да, а что? Комбинезон надела. Ну да, ты же сказал, что мы едем на курорт. На курорт. Ты же круто. Конечно. А ты что, искала, куда поехать? Не, ну ты же мне сам сказал, что вышь, я сумку, все. Как говорится, лыжи мы можем на Красной Поляне взять, да? Ну ты, короче, легкая, я понял, так. Ну подъем. А чего взять-то? С знакомым человеком, чтобы поехать туда. Ты же человек, как бы мужчина, обеспеченный. Мы там все возьмем с тобой, вот. Я так хочу, прям, в Сочи, да. Отдохнем, прокайфуемся, да? Да, на Красную Поляну. Круто же. Ты там была уже? Да. Ты что, конечно, я почти каждый выходной туда езжу. Да ладно. Ну, я как бы езжу, да, там, с компанией у нас, там, своя тусовка, там, все круто, там, всякие артисты приезжают, но вообще, как бы, все очень зашибись, да, все супер. А ты что так легко оделся? Я? Ну да. Ну, сейчас переоденусь, покатаемся, чуть-чуть пообщаемся, все равно еще время есть у нас с тобой. Точно? Ну, я не думал, что ты прям сразу в комбинезоне будешь. Ну да, мы же в Сочи летим. С собой возьмешь чемодан какой-нибудь большой. Не, ну мы в Сочи же летим на Красную Поляну. Не, ну, у меня такое хорошее настроение. Да. И что тебе не мыслило сегодня? Слушай, поехали, пообедаем. Завтрак-то я уже пропустила. Поехали в Метрополь. В Метрополь? В отель, да, там очень крутые завтраки. В отель мне нравится. Ну, не, я просто... Можно отель без Метрополя. В отель без Метрополя. Слушай, ну нет. А потом покушаем. Нет, давай сначала я хочу очень есть. Собственно, я рассчитывала, что мы перед вылетом с тобой покушаем. Знаешь, я люблю клубнику в шоколаде, вишенки там всякие. Вообще завтрак. Фруктики, в общем-то. Ну да, там это... Поначки любят, да? Ты знаешь, я люблю черданы 1935 года. Ты знаешь, такое выдержанное вино? Нет? Нет, в названиях вообще не рублю. Хамелиты, ладно. Да ладно. Ты же вроде такой обеспеченный мужчина. Ну а при чем здесь это? Слушай, а что за драндулет у тебя какой-то? Это запорожец. Что? Ты... Корейский запорожец. А, ты прикололся, да? Нет, это тачка. Мы поедем с тобой. Новогодняя шутка, что ли? Нет, мы с тобой поедем, бросим его в аэропорту, улетим. Слушай, ну, могу приличный, чего-нибудь взять, чего. Мы в аэропорт заедем, в какой-то драндулете, что ли. Подошелся на велосипеде, можно было поехать. Не, на лыжах сразу. На лыжах? На лыжах. Сразу в самолет на лыжах. Нет, давай по всему порядку, ладно. То, что у тебя драндулет, я пойму, что это шутка. Ничего страшного. Все классно. Получается, ты просто себе искала, да, с кем куда потусить на Новый год? Или ты хочешь каких-то отношений? Или что вообще? Ну, вообще, как бы, я вообще люблю разные тусовки. Вот, и, ну, как бы, на самом деле, я очень люблю праздники, да. Много где езжу. Ну, естественно, я с компанией. Ну, вот, недавно мы были в Ницце. Там сейчас такая температура, как бы, такая, ну, конечно, не лыжная. Но я люблю, когда тепло. Ну, вот, на лыжном курорте очень круто. Смотри, какое солнце крутое. Вообще, погода даже классная, да? Слушай, в Сочи будет, наверное, вообще зашибись. Там прям, я как представлю на лыжах, там, круто же вообще. Ты можешь кататься? Конечно. Да, круто, да? Слушай, а у тебя есть снегоход? Я люблю очень на снегоходах кататься. У тебя нет, случайно, дома в Сочи? Нет. Варианту возьмем взять. Слушай, мне кажется, ты мне что-то говорила, там, у тебя какая-то там вилла, она в Сочи, нет? Это, наверное, не со мной обсуждала. Не, не, это... Нет. У тебя, наверное, несколько кандидатов было. Ну, ты выбирал, блин, с кем у меня в Сочи. Слушай, ты меня разыгрываешь. Мне кажется, это ты писал снегоходы. Я их тоже там взяла кое-что там. Я об этом запомнил. Серьезно? Мы договорились с тобой просто полететь в Красную Поляну, да, провести там время, снять там домик. Да нет, нет. Ты мне про снегоходы говорил там, про дайвинг зимний. Помнишь? Про дайвинг зимний. Ты не помнишь, что ли? Я же тебе говорил, что я не разбираюсь. Я первый раз, да, как бы, в такой курорт лечу. Я даже не знаю, что такое дайвинг зимний. Ладно, ты шутишь сейчас. Ты у тебя шутка такая, да? Трандулет, не знаю, что такое вино. Конечно. Вообще не разбираюсь. Нет. Нет, ты нормально так это самое. Ну, ладно, это шутка. Я поняла. Будем считать, что это шутка. Да, ты шутишь прям очень круто. Мне нравятся твои предновогодние шутки. Кстати, ты вчера отмечал, я, кстати, вчера была в Райд Парк Хаяте. Там у нас тусовка была, там всякие коки приезжали. Там такие коки волосатые, белобрысые, знаешь ее. Мне очень нравится. Ну, она такая фея. Не нравится? Третий сорт, в общем. А еще кто был? А, там о том бы ему Стас был. Я все время путаю, потому что постоянно они в гриме были. Ну, короче, на самом деле это не кока было, а мужик просто в гриме. Да, наверное, какой-то мужик был. Поэтому так плохо показалось. Вообще вчера было костюмированное шоу, и очень было круто. Плюс ко всему там Валерий Меладзе выступал, поздравлял. Все это, как говорится, такой топ тусовки. Вот, поэтому все сливки общества. Натусилось-то, да? Ну, да, очень круто на самом деле было. Вот, поэтому, честно говоря, я немного и не выспалась. Я вот подумала, может быть, нам все-таки лучше пообедать или позавтракать. А лучше спать и поспать. Поспать? Да, ну, что спать-то, что ты? Мы же с тобой на снегоходах будем кататься. Да, развеемся вообще. А чем ты вообще пожить не занимаешься? Я? Ну, я ничем не занимаюсь. Чем не делаешь? Ну, работаешь, мы с ним? Нет, у чего? Ну, какая работа? Все. Жизнь это... Деловая берешь. Слушай, жизнь это сплошное удовольствие. Как бы, вот. Ну, я очень люблю, как бы, встречаться с интересными людьми. Вот. Ну, и как-то так вот все проходит очень празднично, позитивно. А нигде берешь, это не секрет. Ну, на всякие. Ну, красные поляны. Ну, честно сказать, я считаю, что мужчина должен всегда быть главой. Вот. Ну, короче, ты ищешь с кем поехать за их счет, так? Ну, почему за их счет? Я считаю, что мужчина – это глава, и он должен заботиться о женщине. Ну, твой мужчина, да. А у тебя вообще отношения давно были? Ну, вообще, как бы, давненько, но... Давненько? Да. Ну, может быть, год назад. А так у меня постоянно есть какой-то мужчина. Это очень интересная компания. Максим Краснополяна. Леша Ницца. Ну, да, да. Не, ну не так прям уж банально, но просто... Просто я считаю, что мужчина должен быть интересным, обеспеченным, он должен работать много. Женщина, она так, она должна быть симпатичной, всегда следить за собой. Да, конечно. Хранительница очага, да? Да, хранительница очага, должна поддерживать мужчину, чтобы он был на позитиве тоже, мог зарабатывать в хорошее, как говорится, окружение и так далее. Так что я считаю, что мужчина, он такой должен быть сильный, мужественный. Вот, девушка должна быть дополнение, все очень красиво. Как? Вот, так что так, вот. Ну, а вообще, чем ты занимаешься, помимо того, что там есть? На какие-то ноты, еще что-то? Должны же какие-то занятия у тебя быть. Занятия, ну... Если ты не работаешь. Я люблю танцевать. Я очень хорошо танцую. Чего танцуешь? Я танцую, ну, иногда участвую в каких-нибудь постановочных шоу там, вот, костюмированных. Да, костюмированных шоу, вот, ну, это больше сказать для души, для удовольствия, вот, красивые костюмы, люблю всякие блестки там, вот, чтобы все блестело, интересно, вот, так что, да. Ну, еще что? Еще люблю путешествовать. Ну, помимо путешествий. Ну, путешествовать я очень люблю, потому что это интересно, вот, всякие встречи, новые встречи, интересные люди, вот, вкусная еда, ну, красивая одежда. Ну, вообще, очень много, я люблю ходить на всякие концерты, они тоже, ну, как бы, очень рады. Короче, ты живешь, кайфуешь, чисто развлекал, ладно, да. Ну, женщина и должна так жить, она должна быть, всегда улыбаться, быть... Если она не дурочка, приеду, понимаешь? Ну, да, да. Вот, так что я считаю, что мужчина, как бы, это глава, женщина, дополнение, так вот, все очень красиво. А ты, ты, ты вроде написал, что у тебя такая компания во многих странах, ты какой-то, это, бизнес какой-то. У меня компания по лизингу. По лизингу? По лизингу, да. Лизинг, это, да, ну, ты прикололся, конечно. Что? Я так и поняла, что лизинг, это, в смысле, машины, да? А ты что подумала? Я не знаю. Наверное, слушай, ну, тоже... Ну, конечно, у меня международная компания по лизингу. По лизингу. Слушай, ну, наверное, я почему-то подумала, что, поскольку ты прикольно приехал на этом драндулете, значит, у тебя... Скриотел, да. Нет, ты же мне говорил, что у тебя очень крутые машины, я подумала, что у тебя лизинга компания. Ну, у меня разные машины, да. Вот, а то, что ты приехал на драндулете, это вообще круто. Слушай, я ценила твою шутку, конечно. Конечно. Ты, наверное, решил меня очень сильно удивить. Да, разыграть я решил. Разыграть, я тоже так подумала. Ну, да, да, я так и поняла. Сейчас в реке сядем в самолет, он прилетит куда-нибудь на Красную Поляну. Слушай, а вот ты мне вроде как говорил, что у тебя частный самолет, да? Частный самолет говорил, да. Частный, да? Ага, конечно. Слушай, ты знаешь... Ты поверила? Ты знаешь, мне нравится, когда обивка такого бежевого, такого бежевого цвета. Это очень круто. Ты знаешь, я, между прочим, подбирала к твоей обивке самолета. Это вот, видишь, какой зелененький костюмчик. Бежевый, зеленый. Ты сейчас серьезно? Я же тогда пошутил, когда сказал про частный самолет. Да, нет. Я же не олигарх, в конце концов, чтобы не был частный самолет. Нет, ну ты же мне говорил... Обычный самолет. Нет. А зачем? Нет, какой обычный? Ты чего, блин? Все, ты расстроена, да? Ну, да. Не, обычный самолет, в смысле? Нет, зачем нам обычный самолет? Я же купил билеты. Ну, бизнес-класс был, а не но самолет. А, аэрофон. Да, серьезно? А, да. То есть у нас будет бизнес-класс всего лишь? Ты часто на частный самолет? Ну, да. Я просто думал, реально, что ты тут протекла и просто подыграла. Нет. Нет? Нет, серьезно, мы поедем на бизнес-класс всего лишь. Теперь, кинь, в образе, частный самолет у меня, да? Ты думала, что частный самолет, но села в Кирилл. Думаю, это приколист, приколист просто. Но ты села в частный Кирилл. Ну, слушай, ну ты же прикалываешься же. Вообще по жизни угораю. Да? Хобби у меня такое, на статусе идите и угорать. Ты прикалываешься, да? То есть мы не полетим на самолете на час. Мы на Кирилл полетим. Она новая функция, так полетает на уши. Понятно. Сейчас штурман штурвал, так, и взлетим. А, то есть ты... Ты серьезно, что ли? Конечно, ты что, не знал? Улетающий самолет, улетающую машину же придумали. Нет, я не знал. Реально? Какой-то бред сейчас. Не, подожди, ты вроде путешествуешь, да надо знать. А ты была там где-нибудь в Германии? И что? Там все с собой машины уже летают. Ты, конечно. Серьезно, ты что? Когда ты была? В каком веке? Между прочим, я была в Австрии. Там тоже... Австрии? А в Германии летающие машины? Да? Что-то я первый раз такое слышу. Вообще-то я такой продвинутый человек. Я не слышала о летающих этих драндулетах. Серьезно? Да. Бехи уже они летающие дома делают. Что-то надо мне погуглить. Я что-то не помню. Я что-то как-то... Что-то я первый раз такое слышу, такое фигнёк. Ты что, не слышала, что сейчас будет новый способ передвижения? Телепорт. Ты входишь в аэропорт, чпок, и уже... Серьезно? Уже на Красной Поляне. Ну, вообще-то, конечно, было бы неплохо. Ну, вообще-то я так готовилась к сегодняшней поездке. Я даже там много там всяких что-то еще набрала. Вещей у тебя немного с собой. А зачем? Ты же мне сказал, что мы там все с тобой возьмем в прокат. Ну, все равно вещи какие-то должны быть. Мы же не все время на лыжах вечером в ресторанте. Вообще-то, я вообще-то... Ты в ресторану вот так сейчас собралась, да? Если честно, я рассчитывала, что я просто возьму маленькие там вещички, а ты мне все купишь там. А что? Нет, ничего, просто интересно. Нет? Ну, конечно, ты что? Обычно я вообще-то налегке всегда путешествую. А зачем мне тащить какие-то чемоданы, если можно все на месте приобрести? Как-то для меня это необычно вообще. Ты как-то меня прям удивил сейчас. Конечно. Я зачем? Может, я тебя развожу сейчас? Ты? На самом деле, все круто. Ну, не знаю. Я не знаю, что прям вообще у нас будет шикарный номер прям с бежевой обивкой. Ну, честно сказать, я... С жакузи. Ну, я надеюсь вообще-то. Ты же... Вообще-то, мы с тобой как бы договаривались, что поедем вообще сегодня. Да, поедем, поедем. Поедем, да. Конечно, поедем. Чего? Чего? Чего реально расприживал, что не поедем? Ну, ты так говоришь, что я так это немного так расстроилась. Что-то как-то... Ну, вообще, я надеюсь, конечно. Потому что все-таки я... Ну, да, я рассчитывала, конечно. А ты? А я рассчитывал, что на поезд? Да. Ну, вообще-то, само собой, втекающее. Но вообще-то... Ну, мало ли, может, что ты просто потусить ездишь так чисто. Ну, смотря, как будешь тебя вести, потому что... Как я должен тебя вести, чтобы у нас не было? У нас должно быть хорошее настроение. Мы должны повеселиться хорошо. Вообще, я считаю, что должно быть все очень позитивно, весело. И только тогда, может быть, как говорится, я не знаю, почему сразу говорить об этом? Захотелось просто. Ну, не знаю, чуть-чуть ты сразу так начинаешь вообще как-то так. Вообще-то... Без пардона такой, видишь, какой-то. Ну, ты вообще какой-то, да, такой необычный. Так ты тоже. А чуть-чуть я необычная. Неужели ты не боишься незнакомого человека куда-то... Ну, вообще... Нет, ну, ты мне показался очень серьезным, интересным. Показался, да, одно дело. Ездить там все. Ну, это очень круто, на самом деле. Вот. Сейчас ты тоже мне очень удобно попадешь сюда. Почему? Мне неудобно? В каком смысле? Да на самом деле никуда этого не едем. Почему это? Нет. Почему? Нет, ну и драндулеты это тоже. Нет, нет, это все шутка. Нет, 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 шутка, шутка. В смысле никуда мы не едем? Ну, ты мне просто понравилась. Ты просто начала вот это все... Ехать туда, ехать сюда. Я просто хотел сейчас встречиться. Я тебя развел. Представляешь? Нет. Ты просто... Давай... Зачем Краснополяна? Главное компания. Пошути. Давай поедем ко мне. Ну... Или там в отель какой-нибудь. Ну, это все может быть. Но когда мы приедем... Да. Ну, в смысле? Ну, я же поедем в отель, закажем. Есть, ты же кушать хочешь? Ну, я очень хочу есть. Ты сказал, что мы едем в отель кушать. В отель. Только не Краснополяна, а где-нибудь в Москве. Какой? Куда я не хочу, да. С какой-нибудь подчасовой оплатой? Нет. Так хватит придумывать. Я вообще... Чего придумывать? Я не придумываю, серьезно. Мне захотелось просто с тобой встретиться. Потому что симпатичная, милая такая, прям чувственная девушка. Судя по фотографиям. Ну, и немножко, конечно, захотелось чуть-чуть поприкалываться. Ты что, прикалываешься, что ли? Прям серьезно? Может быть, а может и нет. Ну... Как думаешь? Ты вообще часто встречала мужчин с юмором, которые могут угорать, прикалываться? Ну, вообще, конечно. Я первый раз, конечно, в такой ситуации. То есть всегда по шаблону? Списались, договорились, встретились, поехали. Да, мне всегда попадаются нормальные мужчины, которые... Нормальные мужчины, да. Это фу, какая-то, блин, там, белья. Там же тачки летают. Ну, ты знаешь, что, что мне про тачки сказали? Вот вообще, конечно, что-то новое. Я, конечно, обязательно посмотрю, поинтересуюсь. Может, есть мужчины, специалисты, которые по летающим тачкам там. Я хочу сказать, ты мне что-то новое рассказал. Я всей, конечно, удивилась. Вот. Ну, слушай, у нас очень мало времени осталось. Давай поедем. Я тебе все равно сказал, мы никуда не летим, давай просто поедем ко мне и зажжем огни Москвы. Огни любви зажжем прямо. Просто я не хочу лететь, ну, как бы, реально я хотел. У меня дела еще в Москве. Вот. Но хочу хорошо кайфовать, да, кайфоваться. Ну, вот. У меня есть деньги, как бы, там нет проблем. Если нужно, даже могу тебе их дать. Угу. Тебе нужны деньги. Угу. Или ты уже все, короче, перенастроиться, ты не можешь настроилась именно на лыжах, как бы, да? Я уже так сильно подготовилась. Всем подругам, блин, я еду, короче, как раз на поляну. Ну, да, я просто очень хотела, там, это. Я даже в одном магазине платье присмотрела, там, Луи Буэтон, там, это, Фьюго Босс, там, такой купальник прикольный. Я просто думала, что мы поедем на яхте кататься. Я уж там, ну, в общем, я написала магазин этот, мне там отложили этот купальник уже. Ну, помнишь, я тебе писала, что я хочу на яхте кататься. И вот, там, как бы, да, вот. А тут такое было? Ну, да, в общем. Ты меня очень, ну, я... Ну, видишь, на сайтах знаком, сколько обмана. А ты, прикинь, где я продаю, я, в принципе, только в этом тебя надул карпуэр. Я, это я, а если бы тебя развели, как-нибудь еще сильнее. Не, реально, давай поедем. Ко мне? Я не знаю. Что херни заниматься? Не знаю. Ну, ладно, что там, покушать, что ты кушаешь, закажем, все нормально. Не хочу. Все то же самое, просто без поездки. Я не хочу, блин, это все самое. А что, ты именно туда ходишь? Я хочу туда. Да. Ну, и видишь, как фишка легла, ты туда не попадешь? Нет. Или ты дальше можешь кого-то искать? Я огорчилась очень сильно. Огорчилась? Да, я очень сильно огорчилась. То есть тебе важно именно действие, а не компания? Нет. Мне очень это важно, компания, но просто мы с тобой договорились уже, и я уже прям очень... Я, между прочим, готовилась целую неделю к этой поездке, и я уже все... Что ты целую неделю делала? Неделю, но я же тебе говорю, что... Настраивалась? А, искала яхты. Да, я нашла там клуб, вообще, я смотрю, программу скачала, я уже одежду там в магазине отложила, что мы приедем, мы купим это все. Вот, много всего там, между прочим, я еще там хотела прическу сделать там со стразиками такую, ну, понимаешь, там вот этот концерт будет. Я очень хотела, ну, там, все такое... Что сказать-то, мне так сильно это огорчило. Вообще, это неправильно вообще-то. Я решил поприкалываться, полгорать. Ну, все, ну, все... Я просто приколист по жизни, вот, знакомлюсь с девчатами и угораю аппаратом. Вообще не хочу. Ну, что ты не хочешь? Ну, не знаю. Давай, поехали ко мне, что? Не хочу. Все равно уже никуда не поедешь, правда, какая-то... Не испортил настроение очень сильно. Ну, я тебя подниму настроение. Познакомлю тебя с сазами лидинга. Не знаю. Сазами длинга. Что, ты прям как маленькая девочка? Не знаю. Ну, ты просто меня очень сильно огорчил, на самом деле. Ой, не могу уже. Ты очень сильно огорчил меня. Ну, хочется и не хочется. Я хочу домой. Домой. Домой хочешь? Я хочу домой. На мой ты не хочешь? Нет. Нет? Нет, ты меня расстроил сегодня. Да? Да. Вообще... То есть ты сейчас не хочешь? Уже, в принципе, если мы не едем, не хочешь больше со мной общаться и продолжать какое-то отношения какие-то, да? Нет, я, конечно, могла бы, но просто ты меня так огорчил, я уже подготовилась, я хочу домой. Я хочу домой. Домой. Домой пройду? Да. Не поеду я с тобой никуда. А прикинь, ты сейчас как офигеешь, если я скажу, что на самом деле мы едем. Куда мы едем? В Красную Поляну. Сразу выпьем, а ты сейчас уже меня как бы отшила. Я тебе не отшила. Потому что тебе важнее попасть в Красную Поляну, а не со мной. Побыть. Нет, я хочу с тобой, конечно, побыть, но просто ты меня так огорчил сильно, что у меня очень плохое сейчас. Я просто тебя сейчас проверил на самом деле, что тебе важно, важно прям именно просто попасть или компания. Компания тебе вообще вообще не нужна. Нет, меня все интересует. Нет, 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 просто... Сразу ты съехала вообще, пофигу. Ну потому что меня огорчило очень сильно, я так сильно готовилась. Ты именно просто хотел, чтобы тебя туда отвезли за чужой счет, да? Чтобы ты туда попала и все. Что значит нет? Нет. Поэтому я думаю, в Красную Поляну я подойду себе какую-то другую компанию. Ты вообще, конечно, деловая. Реально тебе нужно в Красную Поляну попасть, я вообще пофиг на человека. Ты, в принципе, не спросила про меня, кто что, как я, какие мне интересы, увлечения и так далее. У тебя Красная Поляна, яхты, Красная Поляна, яхты, клубы, что-то еще, лыжи. Ничего за наш разговор ты обо мне не расспрашивала. Ты мне все написал про себя на сайте. Да, ты мне все написал, что... Например, что я тебе писал про себя. Что ты такой деловой, что у тебя... С частным самолетом, да? Да, мне это очень, честно сказать, понравилось, что у тебя такая бежевая блестящая кожаная обивка. Я очень люблю этот цвет, потому что мне показалось, что... А другие, кто тебе пишут, без фоток в кожаной обивке, ты с ними не общаешься? Нет, я общаюсь, но просто мне очень сильно, мне захотелось на это с бежевой обивкой, как бы, просто это... Мне очень нравится этот цвет, вот, и я поэтому... Ну, ты мне много чего рассказал, я такая очень поверила тебе. Да ты в летающие машины веришь, я ему, ё-моё, летающих машин нету. Ну, просто я такое впервые слышу на самом деле. А ещё придумали способ бесконтактного сэрса. Какой? Шлемы надеваем, а ты и я. И там идут электрические импульсы, головной моткой. Мы как будто друг друга трогаем, но на самом деле не трогаем и занимаемся, представляешь? И даже сделали то, что ничего, что не ожидали, просто. Можно так даже забеременеть. Ну, да. Чуть сказать, я вообще не слышала об этом. Ты много чего не слышала. На самом деле ты очень такой продвинутый. Конечно, да. В плане развода опять я тебя развел. А ты просто дурочка, которая во всём верит. Отвезут как раз на поляну, да. Летающую машину, да. Частный самолёт, не знаю, не частный самолёт, да. Бесконтактный. Ты просто вдумайся. Ну, в общем, короче, я хочу домой, останови машину, я выйду. Да, это сейчас до метро довезу. Какое метро? Ты, международно, даже денег на такси не дашь? Почему? Могу дать денег, я нас выкрою ко мне. Нет, мне нужно... Нет. Да ладно, что, поехали. Да мне это самое... Нет, серьёзно. Нет, на такси нужно. Говорит, я хочу домой, мне нужно на такси. А, вот, есть. Не могут стать твоими, и из Красной Поляны. Мы поедем. Ко мне сейчас. Нет, я хочу домой. Нет, серьёзно, смотри, столь. Я хочу домой. Не хочешь? Нет, не хочу. Не хочешь? Нет. Реально не хочешь? Нет, не хочу. Блин, тут соточка. Я хочу домой. Ладно. Здесь, вля, всего лишь 100 тысяч. Значит, зачем мне эти копейки нужны вообще? Понятно, понятно. Ладно, давайте сейчас здесь разгружу. Да. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...